В Шлюзовском лесу, где клиника Мишалкина планирует построить медицинский технопарк, ведутся подготовительные работы. Вокруг этого участка недавно разгорелся скандал против грандиозной стройки, выступили экологи, а затем и прокуратура оспорила решение депутатов Горсовета исключить лес из захороняемой зоны городских лесов. Кто и на каком основании уже начал там работы, выясняла Светлана Шуваева. Сегодня геологи говорят, что якобы не знают, для чего бурят скважины в лесу. Мол, их задача только взять пробы грунта. Такие изыскания обычно для чего проводятся? Для того, чтобы что-то строить или что-то? Вполне возможно. Вполне возможно под строительство. А еще под что-то может быть? Нефть может быть еще? Газ? Да нет, нефть, но может какие-то экологические исследования. А накануне общественникам они показали план участка. Три с лишним гектара и проект строительства позитрон-эмиссионного центра на этом месте. А разрешение от кого? Что-то не вижу. От травщиков. Нет, а разрешение? СИП Капстрой у вас сделает работу. А разрешение от кого? Да, ну вот СИП Капстрой, все документы у него. У меня только программа. Именно здесь клиника Мишалкина собирается строить медицинский технопарк. Участок городские власти в прошлом году начали перезонировать. Для начала стройки его нужно исключить из зоны городских лесов. Однако против выступили экологи, общественники и даже прокуратура. На этот участок, насколько нам известно, нет никаких арендных соглашений о клинике Мишалкина. Кроме этого, прокурор города Новосибирска ходал из суд на оспаривание, перезонирование, передачи. В общем, короче, это спорный участок. Дело находится в суде. Представители клиники Мишалкина уверяют, что ничего не знают о ведущихся в лесу работах. Телефон организации СИП Капстрой есть в электронных базах данных. Женщина, назвавшаяся директором, ответила, что у компании имеется разрешение на буровые работы. Но наотрез отказалась назвать заказчика. А для кого пробы отбираются? Для отбора проб. Пробы для отбора проб? Да, и наскательские работы, да. Ну, заказчик же есть у этих работ? Заказчик СИП Капстрой. А вы как раз представитель СИП Капстрой, а вы, наверное, Ольга Васильевна? Я Ольга Васильевна. То есть директор, да? Да. Никаких оснований сослаться на меня у вас нет. Мог взять трубку и кто угодно. Вот техничка рядом проходила, взяла трубку. Откуда вы знаете, кто? Мало ли у кого может быть мой сотовый телефон. Логика по меньшей мере странная. Как и вся ситуация, работы в этом лесу идут, хотя строить пока нельзя. Тот, кто заказал изыскание, видимо, уверен, что скоро будет можно. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов. Новости здесь. Новосибирск.